Прихожу из порта ванна. Выброска началась. Старком работает все, а я все тусить в центр. Вот ворота, кстати, пропускные. Никто меня не встречает, никому я не нужен здесь. Достаточно хороший городок. Сейчас пойдем ближе к центру. Недалеко пассажирское судно стоит. Такой достаточно туристический. Сегодня моя задача там забраться на ту гору. Там есть, короче, и лестница. Старком найти ее не смог. Но я попробую это сделать. Это классика для Норвегии. Так как спортом занимаюсь, мне любые горы не помеха. Тоже любят Е39 здесь. Такие вот дома в Норвегии. Я вам попробую передать свои чувства. Когда столько времени ты не выходишь, попадаешь в другой мир совершенно. Такое чувство, что где-то во сне находишься. Это всегда так было. было и будет. Людей нету пустынно. Я тут один и сам с собой разговариваю. По крайней мере, постараюсь вам передать те же чувства. По поводу контента мне писали то, что у меня подписчики. Их на самом деле в Ютубе здесь совсем немного. Вас немного. В ТикТоке сейчас, конечно, намного больше. И как бы хотелось что сказать, ребят. Буду вот такой контент тоже пилить, естественно. У меня есть хорошая возможность путешествовать постоянно. Более сейчас границы закрыты. Почему бы нет. Я думаю вам интересно. Мне кажется, что большая часть все-таки там не судоводители у меня в Ютубе, а взрослые. Кому интересно. То, что я снимаю помимо расхождений и так далее. Подобные моменты. Вот, кстати, стоянка для норвежских пенсионеров. Кстати, вообще не уверен, можно ли здесь ходить. Пешеходной дорожки, как ни странно, нет. Вот тот лайнер круизный. Кто-то готовит покушать себе еду. И у нас, кстати, капитан тоже любит так путешествовать. Он весь отпуск так и проводил фактически. Это классика для норвега. Вот бабушка на раскладушке. Вот европейцы на пенсии так и отдыхают. Пенсия позволяет. А у нас еще работать продолжают, да? А куда деваться-то? Наши государства не помогают. Должным образом. Пенсии мизерные. Ни на что не хватает, соответственно. Сейчас идем на спуск. Кстати, я не знаю, почему народу так совсем немного. Потому что действительно, у них изоляция какая-то действует. С другой стороны, вот, смотрите, там собачка идет, мужичок. Вообще в масках никого нет. Интересные картинки. Вон даже байкеры есть. Как же без них? Все в жилетках. Тут у них, я думаю, строго с этим. Спросил у собачника как добраться мне до той горы. В общем, сказал мне идти прямо. Пять минут где-то. Там через парк. Ну и достигну я желаемого места. Никакой изоляции в Норвегии нет. Все нормально. У них тут на всю страну заболеваний где-то примерно две тысячи что ли. А про смерти-то я вообще не слышал. Но они как живут-то ведь в основном. Это вот здесь, а в центре сейчас, да? А так-то все в отдельных домах где-то. Далеко друг от друга. В принципе, во всей Скандинавии так. Вот, первый бар проходим. Может, на обратном пути зайдем. Спортсмены. Я сегодня бегать не буду здесь. Хочется погулять. Просто насладиться обстановкой. Вот так вот выглядит реклама у них. СПА-процедуры. Хуахин. Магазинчик одежды небольшой. Вот, кстати, я повернул сейчас. Перепесток. Машина едет. Вот он, парк. Я так полагаю. А вон лестница просматривается. Мне туда и надо. Вот честно, между домами ходить вообще никак не интересно. Хочется именно природа. Слышать пение птиц. Что я уже слышу. Надеюсь, вам тоже передается. Смотрите, как здесь все красиво. Брусчаточка аккуратно уложена в три ряда. Вот это даже фиг знает, что за дерево. Выглядит очень круто. А дизайн дома какой. Блин, ребят. Просто обалдеть. Дети вот что-то играют. Красота. Сейчас поднимемся на ветмост. Небольшой. Ребят. Жалко. Снимаю, блин. С Samsung Galaxy S7. Многие спрашивают, с чего записываю. Была бы экшн камера. Пока еще нет возможности купить. Может в Германии. Приобрету. Слушайте, здесь реально много спортсменов. Я смотрю, бегают все. Памятник. Для кого. Нужно прочитать. Кто понимает, норвежский. Красотища тут. Ручей по ступенькам течет. Чтобы я не забрался на эту гору. Вообще без проблем. Моя основная задача. Конечно, местным жителям не интересно. Но только спортсменам. Тоже своеобразный памятник. Что он изображает. Ясно. Опять же табличка какая-то. Прибита наглухо. Я уже в предвкушении, какой вид будет открываться. Конечно, займет этот путь немало. Я думаю, оно стоит его, ребят. Абсолютно. Тут, блин, каждый там, не знаю. 20 метров подъема. Места для отдыха. Конечно, не все молодые. Горячие. Здесь тупик. Кто-то, кстати говоря, еще даже ходит. Вероятно, на краю вид откроется. Неплохой. На самом деле здесь не очень это безопасно. Видим, какая ответственная скала. Специальные сетки устанавливают, чтобы не осыпалось. Видите, защита стоит. Так что пойдемте на нормальную дорогу. Черника уже начинает потихоньку цвести. Может голубикой. Не знаю. Точно сказать сложно. Норвежская спортсменка. Еще одна. Вот где я проходил. Уже просматриваться. Где-то примерно 50 метров высота. Пушка. Пушка. А мы пришли оттуда, ребят. Вот он. Город открывается перед вами. В принципе, логично. Пушка смотрит туда, откуда заходят корабли. И вот сейчас будет очень много-много-много ступенек, которые нужно преодолеть. Ну ладно, ребят. Давайте. Увидимся на вершине. Я побежал. Ребят. Это просто нереально. Я еще только на 161 ступеньке. Ну посмотрите, какой вид открывается. Просто обалденный. Здесь настолько опасненько, если честно. Я как бы не любитель высоты. Я больше люблю скорость. Но вот это все, конечно, завораживает. Смотрите. Ответственный балкончик. Стекла. Ну это вообще жесть. Я еще представляю, когда китайцы ходили по стеклянному полу. Это вообще жестко. Еще немного осталось. Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка. И лесок. В поле. Каждый колосок. Речка. Небо голубое. Это все мое. Родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Так вот. Я просто не понимаю, если они напиваются. Ведь норвеги любят выпить. Как потом спускаться? Скажите мне. Я полагаю, никак. Так. Слушайте. Вот вам вот. Речка между домами. Вам случайно Венецию не напоминает? Мне кажется, очень даже. С детьми тоже ходят, поднимаются. С дополнительным весом. Ну, вот уже 408 ступенек. И, в принципе, мы, думаю, сейчас достигнем площадки. Смотровой. Ворота открыты. Обычно для туристов должны делать платный ход. Вот таких сейчас мало. Все открыто. Ребят, ну вот. Высшая точка. Вот она, смотровая площадка. Наша. Это просто круто. Вживую смотрится. К сожалению, наше судно не просматривается. За тем углом мы находимся. Друзья, это просто рай. Иначе не назвать. Это стоило того, чтобы сюда подняться. Это стоило того, чтобы сюда подняться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.